В эпоху, когда экологические вопросы становятся все более приоритетными, электромобили являются ключевыми игроками в транспортном секторе. Житель Бишкека Баэль Мамыров недавно приобрел электрокар. По его словам, у этой машины есть ряд преимуществ. Первое преимущество для меня, что заметно было, это, конечно же, экономия. Потому что нет такого расхода на топливо, как на бензиновые автомобили. Например, по нашим расчетам, разница выходит в 3,5-4 раза. Спокойнее ездить на ней, нет этого звука мотора. И приходится постоянно ждать, пока машина прогреется. Машина бесшумная, приятная. В Кыргызстане последние годы заметно увеличилось число электромобилей, что объясняется внедрением беспошлиного ввоза электрокаров. По данным Министерства экономики и коммерции, в 2019 году в Кыргызстан завезли всего 11 электромобилей, в 2020 году – 35. В 2021 количество импортированных электромобилей достигло 250. В 2022 году импортировано более полутора тысяч электромобилей при нулевой пошлине на ввоз. В этом году было импортировано более 7 тысяч электромобилей. Срок действия льготного ввоза электрокаров истекает в декабре этого года. Но Евразийская экономическая комиссия продлила беспошлиный ввоз электромобилей в государство члены ЕС еще на два года. Согласно данному решению, от ввозных таможенных пошлин освобождаются автомобильные транспортные средства с электрическим двигателем при условии эксплуатации на территории Кыргызской республики. То есть данные автомобили должны исключительно использоваться на территории Кыргызской республики. В этой связи только они будут освобождаться от таможенных пошлин. Но есть определенные случаи. Вывоз электромобилей в целом не запрещен, если при ввозе на территории Кыргызской республики были уплачены таможенные пошлины. На сегодняшний день основными преградами становится ограниченное количество зарядных станций. Некоторые воздерживаются от покупки электромобиля именно по этой причине. Для максимального раскрытия потенциала электромобилей развитие инфраструктуры занимает очень важное место. На сегодняшний день в городе функционируют 44 подобных станции для зарядки автомобилей. Например, на этой зарядной станции мощностью 40 киловатт полная зарядка авто займет где-то час-полтора времени. Стоимость зарядки будет стоить около 500 сомов. В летнее время года этого заряда хватит где-то на 400 километров. По словам экспертов, потребность на тысячу электромобилей надо где-то 50. Инвесторы приезжают, спрашивают у нас, какие возможности у них, чем может город им помочь. Мы поможем им получить разрешительные документы, если это все в рамках закона, если эта земля находится в собственности муниципалитета, то мы можем это ускорить. И здесь чисто такая символическая аренда, там 2-3 тысяч сомов. Электромобили являются экологически чистым альтернативным вариантом традиционных автомобилей с ДВС, поскольку не выбрасывают вредные газы в атмосферу, способствуя борьбе с изменением климата.